всем привет нахожусь сейчас в сша вот поэтому блогов про японские праворульные машины пока нету вот немножко хочу вам рассказать про автомобильный рынок в сша вот очень много машин страна автомобилизирована очень хорошие дороги очень много заправок бензин стоит примерно 40 рублей за литр 92 вот очень большое разнообразие машин просто есть из чего выбрать старая ну там порядка там 5 лет новые машины очень развита система автокредитования вот купить машину легко содержать ее тоже но норм по американским меркам нормально то есть бензин стоит нормальных денег страховки тоже нормальных денег стоит в сша очень но люди получают довольно таки хорошие деньги поэтому вот допустим сейчас находимся на парке аттракционов вот сюда просто парковка стоит заехать вот обычная парковка никто ничего не следит 25 долларов 25 карл парковка на пляже тоже просто зона нигде не следит там поцарапают они поцарапают тачку крадут выбьют стекло тоже без разницы 10 баксов вот и поэтому люди зарабатывают нормальные деньги покупают себе машины покупают ну довольно таки дорогие машины автомобильный вообще парк состоит из наверно первое место это американские машины то есть это форды крайслер или линкольны и так далее второе место отдам японцам очень много японцев то есть немножко киа но корейцев очень мало и третье место это европейские марки mercedes бмв volkswagen немного вот но все-таки американцы голосуют долларом за американские машины в классе люкс машин но очень мало видел кого-то с класса там но когда по нью-йорку был экономический форум по нему ездили большие джипы chevrolet вот новые красивые черные большие и они возили всяких консулов и каких-то высокопоставленных людей то есть здесь седан виде с класса но не считается люксом американцы выбирают большие джипы комфортабельные нам за 165 долларов за два дня вот выдали новую корову вот машина новая хорошая вот но аренда может быть показаться дорогой потому что в россии дешевле конечно же аренда особенно такой класс машин машины в аренду здесь просто качают по-другому нельзя сказать потому что очень много компаний ты приходишь в аэропорту все с аэропорта едут в rental car цен федеральные трассы между штатами очень хорошая дорога как стекло и я никаких трамплинов можно спокойно ехать 150 160 даже на бюджетной маленькой машине не страшно интересная особенность что между полосами на разделительной линии сделаны металлические или там из какого-то пластикового хитрого такие небольшие бугорки которые тебе указывают что ты наезжая на них там ты выезжаешь с полосы то есть если ты там отвлекся приспал там чего-нибудь или там но в телефон смотришь что тебе это сразу напомнит штучка дороги очень хорошая компании очень много рынок выгоден вот и все берут тачки в аренду любые любых классов кабриолеты люкс какие-то экономичные машины маленькие там минивэн и автобусы на любой вкус и цвет хочу вам немного показать парковку и что на ней стоит машины не обязательно новые все то есть бывают и старые довольно таки старые не ретро кара просто машин 90-х годов там начала 2000 вот но вообще автопарк молодой в принципе вот вот старенький одиссей камара очень много автомобилей каких-то купе спортивных кабриолетов все стоит нормальных денег можете зайти на cars.com и посмотреть ну цены на камри на короллы вообще на все и будьте удивлены все цены конечно и очень много японских машин как вы видите на видео американцы выбирают все машины то есть нету того что уклон идет какие-то савы кроссоверы вообще покупают все в америке очень много очень много коммерческого транспорта больших тягачей маленьких каких-то там пикапчиков грузовичков небольших вот покупать такую технику здесь тоже выгодно если мало денег вы можете купить там чуть постарее чуть у него будет пробег побольше но в общем каждую свою технику вы можете выбрать в комфортную для вас цену или там условием по кредиту много автобусов фургонов то есть коммерческой техники очень многое вот и она не стоит каких-то заоблачных денег вот очень лояльные системы кредитования то есть вы можете покупать машины за какие-то 4 35 процентов в год вот америка убежала убежала просто вперед от россии наверно я не знаю лет на 20 так как у нас автомобильный канал не буду говорить вообще в общем говорю только за автомобильную сферу америка очень крутая страна очень крутые дороги очень культурно водят люди все аккуратно дтп ни одного не видел не притертости каких-то не в хлам разбитых двух машин 3 4 нету такого все даже едут ну в таком плотном трафике вот и но уважают друг друга не подрезают уступают пешехода всех пропускают вот в общем америка на уровне очень мне понравилось и в целом страна и в плане машин тоже было интересно посмотреть на чем вообще люди ездят вот в общем автопарк вы примерно так поняли то есть абсолютно разные машины американские и японские европейские единственное нету каких-то там citroen of рено там еще вот подобных каких-то марок то есть в основном вот то есть три америка япония европа очень много людей ездит на мотоциклах дороги позволяют мотоциклы очень разные вот тесла у нас в россии стоит примерно 12 миллионов вот так вот скромненько сбоку парковалась еще отмечу что даже стоишь пробки открываешь окно и не воняет выхлопом я не знаю почему то есть вообще то ли наверное дело все-таки в топливе нету выхлопа то ты не задыхаешься ты не чувствуешь в россии во владивостоке я открываю окно в пробке просто сразу какой-то угарный газ там я не знаю просто какие-то ядовые газы заходят в машину вот невозможно отдышать закрываешь окно включаешь кондиционер вот только так можно ездить вот здесь такого нет я думаю дело в топливе если вам интересен канал японские машины с правым рулем подписывайтесь ставьте лайки всем пока